На прошлых уроках мы познакомились с вами с классом типов Monat и выяснили, какие функции входят в интерфейс этого класса типов. Теперь пришла пора написать представителя этого класса типов. Мы начнем с самого простого представителя этого класса типов. Мы выберем самый простой контейнер. Это контейнер, который носит название Identity. Мы уже сталкивались с этим контейнером. Identity представляет собой просто коробочку, которую упаковывает любой другой произвольный тип. Identity имеет всего один конструктор, поэтому удобно ее определить с помощью ключевого слова NewType. Давайте посмотрим, как это сделано и как написать представителя Monat для этого самого класса типов. Итак, вот перед нами определение Identity. Тип Identity однопараметрический. Он содержит параметр A, поэтому мы сможем сделать Identity представителем Monat. И конструктор данных Identity единственный. Он совпадает по имени с конструктором типа. Здесь лежит произвольное значение типа A. И мы имеем метку доступа RunIdentity, которая является акцессором к этому самому значению, позволяя из контейнера вынимать значение, которое там лежит. Мы сделали Identity представителем классов типов E.Q. и Show. Ну, такой тип есть в стандартной библиотеке с точно таким же интерфейсом, но мы его не импортируем, мы написали его отдельно, потому что представителя класса типов удобнее писать для неимпортированного типа. А Identity является Monat, но мы будем писать представителя Monat вручную. Итак, как же сделать Identity Monat? Для этого нам нужно реализовать две функции Return и Bind. Что значит Return? Функция Return, как мы помним, задает тривиальную стрелку к лейсли. То есть, задает тривиальный способ упаковать значение в соответствующий контейнер. В нашем случае вместо M у нас будет подставляться Identity. Каким образом нам самым простым способом упаковать значение в контейнер? Если у нас есть значение X, произвольного типа A, то упаковать его в контейнер Identity очень просто. Здесь не возникает никаких сложностей, никаких вопросов. У Identity единственный конструктор, и мы вкладываем это значение в эту коробочку. Таким образом, функция Return имеет правильный тип. Она принимает некоторое значение, а возвращает значение, упакованное в контейнер. Ничего сложного нет и в реализации функции Bind, в реализации монатического связывания. На самом деле, Identity, поскольку Identity простая коробочка, то никакой содержательной деятельности наша монада выполнять не будет. Она имеет чистую интерфейсную роль, позволяя нам описать вычисления монадические. Именно в этом контексте мы и будем изучать эту монаду. Но давайте вернемся к реализации. Итак, оператор Bind должен принимать значение, упакованное в контейнер, и стрелку к лейсли произвольную. Как мы помним, оператор Bind должен вынимать значение из контейнера, применять к нему стрелку к лейсли, и результат этого применения стрелки к лейсли возвращать в качестве возвращаемого значения. Слово «вынимать» для каждой монады означает что-то свое. Однако в данном случае никакого сложного способа вынимать значение из контейнера у нас нет. Мы просто вынимаем значение из контейнера с помощью сопоставления с образцом. Вот у нас есть определение оператора Bind, в котором левый аргумент – это значение, упакованное в контейнер по типу, ну, в данном случае identity, и значение x вынимается с помощью сопоставления с образцом. Правый аргумент – это некоторая стрелка к лейсли. Эта стрелка к лейсли по типу имеет тот же тип аргумента, что и значение, упакованное в контейнер, поэтому мы эту стрелку к лейсли можем применить к вынутому из контейнера значению и получить значение типа MB, что мы и должны вернуть из нашей функции. Поэтому применение стрелки к лейсли к x выполняет всю работу. И вот перед нами полная реализация нашей монады identity. Теперь мы можем с помощью этой монады выполнять монадические вычисления. Для того, чтобы изучить, как работает оператор монадического связывания в нашем случае, нам удобно определить некоторую нетривиальную стрелку к лейсли. Тривиальную стрелку к лейсли нам определяет оператор return. И дальше с этой нетривиальной стрелкой к лейсли работать. Ну вот мы определили следующую нетривиальную стрелку к лейсли, с которой мы будем долго в дальнейшем работать. Эта стрелка к лейсли носит название wrap and suck. Ее название отражает ее суть. Она упаковывает значение целочисленного типа в монаду identity. Мы видим, что это действительно стрелка к лейсли. И параллельно с этим она выполняет еще некоторую нетривиальную работу. А именно применяет функцию увеличения на единицы suck к значению, которое у нас изначально лежит. То есть функция wrap and suck превращает наше значение типа integer в значение, лежащее в нашем контейнере identity, и увеличивает это значение на единицу. Для того, чтобы получить доступ к элементу контейнера, мы, естественно, должны использовать функцию, которая зовется runIdentity. Итак, давайте запустим самое простое вычисление. Вызовем функцию runIdentity на функции wrap and suck. Ну, например, на значение 3. При этом произойдет следующее. У нас, естественно, вернется значение 4. Здесь будет несколько шагов. Сначала у нас будет вызвана функция wrap and suck. Она увеличит значение на единичку и положит результат в контейнер identity. Для того, чтобы достать этот результат из контейнера identity, мы, собственно, и применяем вызов функции wrap runIdentity. Если бы мы просто набрали wrap and suck без вызова runIdentity, то мы, конечно, получили тоже результат. Но этот результат у нас упакованный в контейнер, упакованный в монаду. И наша цель — спрятать монадические вычисления. Очень часто любое монадическое вычисление запускается с помощью функции run. Мы сначала описываем некоторое монадическое вычисление, а потом запускаем его. Многие монады, с которыми мы позже познакомимся, оформлены именно таким образом. Ну, для дальнейших целей нам удобно переписать нашу функцию запуска немножко в другом виде, с использованием оператора доллара. Оператора доллара. Итак, вот у нас простейший запуск нашего вычисления в монаде. Он перед нами присутствует. Теперь у нас есть оператор монадического связывания, который мы хотели изучать. Что у нас ожидается? У нас ожидается, что у нас в качестве левого операнда служит значение, упакованное в монаду. В качестве правого операнда этого оператора мы ожидаем стрелку к лейсли. Ну, у нас есть единственная нетривиальная стрелка к лейсли, wrap and suck. Давайте попытаемся запустить чуть более длинное вычисление. Мы опять берем run.identity и дальше пишем оператор монадического связывания. И запускаем еще раз wrap and suck. Это как раз стрелка к лейсли, поэтому по типу здесь все подходит. Ну, мы видим, что результат у нас это пятерка, чего и ожидалось. То есть над значением 3 у нас запускается wrap and suck. Дальше мы связываем это монадическое значение со следующим монадическим вычислением. И получаем результат двухкратного применения wrap and suck к тройке. По результату. Ну, можем еще один раз прицепить какое-то монадическое вычисление. У нас она пока одно. Поэтому мы единственное, что можем сделать, это вызывать эту стрелку к лейсли. Если бы у нас были другие стрелки к лейсли, то мы могли бы здесь запускать разные вычисления. Вот мы получаем некоторую цепочку вычислений. Ясно, что эта цепочка может продолжаться сколько угодно долго. Мы видим, что наша функция wrap and suck работает приблизительно так же, как работает уже знакомый нам оператор, оператор ampersand. В последней версии GHC оператор ampersand определен в стандартной библиотеке. Но мы работаем не с самой последней версией, поэтому давайте просто определим оператор ampersand по месту. Это оператор является оператором доллар с переставленными аргументами. Flip, доллар. Вот мы определили оператор ampersand. Теперь мы можем запустить некоторое вычисление. Ну, фактически то же самое вычисление, но без монад. С использованием оператора ampersand. Мы должны написать 3, дальше ampersand suck, и дальше повторить этот ampersand suck 3 раза. Раз, два, и, наконец, три. Вот фактически то же самое вычисление, но без монадического интерфейса. Поскольку у нас это вычисление происходит без всякого монадического интерфейса, просто 3 раза suck применяется к тройке, то нам, во-первых, не надо запускать run identity. А дальше наше выражение выглядит практически одинаково с тем выражением, которое у нас было до этого. Но, правда, в самом начале у нас имеется некоторое синтаксическое отличие. Я мог бы здесь написать совсем в точности так же suck 3 ampersand ampersand 6. Но вот в таком виде мы на самом деле тоже можем записать нашу функцию в рамках монадического вычисления. Что нам нужно сделать, чтобы наша функция имела вот такой вот вид? Оказывается, этого можно добиться с помощью использования второго оператора, который у нас в монаде определен, оператора return. Мы начинаем наше вычисление не сразу с функции wrap and suck, А мы говорим следующее. Мы говорим, давайте сначала возьмем тройку и упакуем ее в наш контейнер, в нашу монаду. В нашем случае это значит, что тройка укладывается в монаду identity. А дальше я запускаю просто 3 вычисления wrap and suck. Теперь тройки убираю здесь. И теперь вид вычисления с помощью оператора ampersand в обычных чистых функциях и вид вычисления в монаде identity выглядит совершенно идентично. Здесь у нас 3 suck suck suck, здесь return 3, поскольку мы работаем в монаде, wrap and suck, wrap and suck, wrap and suck, поскольку мы работаем в монаде. Мы видим, что есть некоторая симметрия, более того, результат один и тот. Посмотрите внимательно, что мы сделали. Мы взяли некоторую стрелку к лейсли и аргумент ее, то самое начальное значение, начальный вызов стрелки к лейсли, с которого мы, собственно, начали цепочку. Мы разобрали следующим образом. Мы убрали эту тройку и добавили спереди некоторое дополнительное вычисление. Вместо того, чтобы запускать wrap and suck напрямую над некоторым значением, мы сначала упаковали с помощью return, с помощью тривиальной стрелки к лейсли, значение в нашу монаду, а дальше уже запустили цепочку вычислений с помощью функции wrap and suck. Мы видим, что результат здесь и здесь один и тот же. Более того, это общее свойство всех монад, что вот такая вот операция, она не меняет вычисляемое значение.